Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, также слушатели в конференции. Если все хорошо видно, слышно, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики. Здесь, я думаю, нам всем достаточно все хорошо и видно, и слышно. Меня зовут Калистратова Антонина Владимировна. Я представляю кафедру химии и технологии биомедицинских препаратов факультета химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов РХТУ имени Меделения. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам про молекулу, которой мы занимаемся активно на кафедре, и которая является очень интересной и перспективной с точки зрения ее использования в медицине, фармацевтике, косметологии и других отраслях. Лекция наша будет состоять из нескольких разделов. Сначала поговорим о том, что такое вообще скволен, что он из себя представляет, где он встречается в природе и какую роль он в этой природе выполняет, какое значение он имеет для человека, для животных. Поговорим вообще о различных типах биологической активности скволена, который позволяет его сейчас использовать в медицине, о его применении в современном и о том, откуда и какими способами его получают. Итак, скволен. Здесь у нас все видно, да? Я надеюсь, он не мешает вот то, что сверху. Если что-то будет не видно, вы скажите, потому что мне кажется, что основная информация вся видна. Итак, скволен – это углеводород состава C30H50. Достаточно простая молекула. Если говорить о классах органических соединениях, он относится к алкенам. Содержит шесть кратных связей, но обратите внимание, что эти кратные связи не сопряжены друг с другом, да? То есть они изолированы друг от друга, никакой системы сопряжения у скволена нет. Если говорить с точки зрения биологии, то скволена относится к изоприноидам. Это соединение, полученное путем конденсации, последовательной конденсации молекулы изопрена друг с другом. И, в общем, к изоприноидам относятся достаточно большое количество соединений. Это и каротиноиды, это убихинон. Знаете, в качестве витамина продается кондзинку-10, да? То есть это тоже как раз убихинон относится к изоприноидам. И еще шире из скволены изоприноиды относятся к классу биологических веществ липиды. Это природные вещества, нерастворимые в воде, но растворимые в органических растворителях, да? Если так вот условно их все назвать. К липидам относятся и изоприноиды, и воска, жиры, жирные кислоты, стероидные соединения, да? Это все в общем понимании липиды. Сам по себе скволен – это бесцветная, прозрачная такая маслянистая жидкость, не обладает ни запахом, ни цвет, ну, про цвет сказал уже, и вкуса у него тоже никакого нет. И он, как и все, в общем, липиды легче воды, да? То есть у него плотность где-то 0,86 грамм на миллилитр, он все время плавает на поверхности, если смешать его с водой. С водой практически не смешивается, но растворим в органических растворителях. Название скволен произошло от источника, из которого впервые скволен был выделен. Он был выделен впервые из масла печени и его бокалом их окон, а окон по-латински будут сквалосы, да? И исходя из этого названия сквалосокола, это вещество назвали сквален. Выделен он был впервые в начале 20 века, в 1906 году, японским исследователем, доктором Ютсумар Сужбота, который работал экспертом по масламу жира на токийской промышленно-испытательной станции. Да, он достаточно известный химик, опубликовал огромное количество статей, и вот он был как раз первым человеком, который впервые выделил из масла печени и бокалом их окон, некое соединение, которое по своим свойствам отличалось в широком. Как это произошло? Это в результате процесса, которому он подверг маслу печени, а окон, который называется омоление. Что он из себя представляет? У нас с вами есть некое масло, да, я обозначила его как желтый кружочек, да, желтая картина масла. Это масло, если мы говорим о масле печени, оно содержит сквален и содержит жиры. Что такое жиры? Знаете, да, то есть это у нас сложные эфиры многоатомного спирта, глицерина и органических кислот, которые содержат большое количество атомов, углеродов в своем составе. Они называются жирные кислоты. Так вот, если это масло подвергнет действию щелочек, растворенной в воде, то сложные эфиры жирных кислот и глицерина будут гидролизоваться с образованием, соответственно, глицерина свободного и натриевых солей жирных кислот. Натриевые соли жирных кислот, это мыло, это то классическое мыло, которое мы с вами используем ежедневно в глицерине. И глицерин, и натриевые соли жирных кислот уходят в воду, а в нерастворимой воде фракции, да, в ритмной фракции остается как раз сквалена. Из сквалена в этом масле печени грудкового соку очень много, поэтому ему, японскому ученому, удалось его отследить, выделить и начать работу по установлению его состава. Он, в частности, обнаружил, что это не вредение алкен, что он содержит кратные связи, способен к присоединению ажбром, ажхлор, брома просто, да. Но прям конкретно доказать структуру, что она именно такая, ему не удалось, ее доказали уже чуть позже, об этом сейчас расскажу. После того, как сквален был открыт, началось его активное изучение, в первую очередь, конечно, в Японии. Долгое время сквален был такой японский продукт, на который в мире внимания особо не обращали. И, например, его биологическая активность, токсикологические свойства установил другой исследователь японский, доктор Кедзиро Кага. К сожалению, фотографий его нет. Он в 30-х годах исследовал биологическую активность сквалена в госпитале на больных туберкулезах. И обнаружил, что сквален, во-первых, не обладает токсичностью у человека при его применении внутрь, а во-вторых, он обладает противомикробными и противогребковыми свойствами. И, начиная с 30-х годов, в Японии активно включают сквален как необходимую для жизнедеятельности человека пищевую добавку. И начинают применять в качестве самостоятельного продукта. Например, продают масло печени в гору колодных акул в виде просто масла, либо в виде капсул, либо выделяют чистый сквален. А уже точную структуру сквалена. Его роль в организме человека установили чуть позже. И большой вклад в это внес швейцарский химикорганик Пауэль Каррер. Он является нобелевским лауреатом за открытие витаминов А и В2. Он в 40-х годах подтвердил структуру сквалена и доказал ее путем химического синтеза в лаборатории. Если говорить сейчас о том, как мы доказываем структуру органических соединений, то в принципе нам вполне достаточно использования комплекса физико-химических методов анализов. Для этого есть специальные спектроскопические методы, анализа рентген, рентгеноскопия, УЭФК, спектроскопия и МР. Раньше эти методы были не так развитые. И для того, чтобы подтвердить структуру какого-то природного соединения, обязательно было необходимо его синтезировать в лаборатории. То есть когда мы рисуем, мы представляем, что умеем делать с такой молекулой, рисуем ее, выстраиваем цепочку синтеза, проводим эту цепочку синтеза, получаем эту молекулу и да, считается, что мы действительно доказали структуру. И вот как раз в львы синтезировал скволен Пауль Карт. И он также внес особый вклад в понимание роли скволена в организме человека, поскольку установил, что он образуется из двух молекул, изобренодов, конденсации двух с другом. Итак, скволен впервые был обнаружен в акулах. Ну, чтобы вы понимали, я тут привела как раз пример тех самых акул, в печени которого с коленом был боковый акул. Это не огромные, да, вот эти акулы, которые мы привыкли видеть в качестве иллюстрации этих морских обитателей. Это достаточно маленькие акулы, относящиеся к отрядам отранообразных. Они размером около 50 сантиметров. Максимум до метрии будут размеры достигать. В частности, вот здесь, например, неведена акула Даня колючая, которая относится к кашечковым акулам. Из нее как раз привыкли, мы делим искали, японские ученики. Также вот пример такой же катранообразной акулы, это уже катранообразная акула, черная колючая акула. В печени акул, вот этих глубоковым, содержится очень много жира. То есть, если, например, сравнивать печень млекопитающих, то в этой печени содержится до 5% жира всего. То есть, это достаточно такой безжирный продукт, если так можно выразиться. А в печени глубоковым акул жир может достигать 75% от массы этого органа. То есть, фактически, там один жир. Причем, эти глубоковым акулы сквали, занимают 50% этого массы. И им такое количество жира в печени необходимо поддержать плавучесть, так как у акул, у этих глубоковым акул нет плавательного пузыря. Знаете, так что у людей есть плавательный пузырь для того, чтобы они любые плавучесть хотели. Вот у глубоководных акул плавательного пузыря нет, и они поддерживают свою плавучесть как раз с накоплением большого количества жира, обладающего меньшей плавностью, чем вода. За счет этого они могут быть помолучить. Причем, замена масла на 50% сквалина позволяет получать 2 раза. Поскольку у масла, например, плотность около 0,92-0,95 грамм в миллиметре у сквалина 0,86. Это оказывается достаточно весом вкладом в возможность обитания на глубинах. А глубина будет где-то, наверное, тысячи метров. Как оказалось, когда начали активно изучаться сквалина, ну, где-то с 50-х годов, наверное, прошлого уже теперь века, 20-го, он содержится не только в акулах, а повсеместно распространен вообще во всех живых организмах. Это естественный компонент млекопитающего человека. Он содержится в грибах, в бактериях и в растениях. То есть это, в принципе, необходимое для жизнедеятельности вещество. Нету, наверное, только вирусов, да? Какой-то, в общем-то, отдельный класс существ. Что интересно, просто хочется отметить, что, например, у человека на поверхности кожи сквалина есть, а вот у наших ближайших по эволюции видов, да, например, у горилла-ширпанце сквалина на коже нет. Но зато у лунги в большом количестве присутствуют на коже дельфин. Это так просто интересный факт про это вещество. Какова же роль сквалина? В принципе, как биологическое активное вещество, он может выполнять достаточно большое количество функций. Но у него есть две основные, скажем так, естественные функции в организме живых человек, которые он, собственно, выполняет и для которых он там существует. Это участие в биосинтезе стерона, ну и, соответственно, у всех их произведениях. И это участие в составе липидов поверхности кожи. Сейчас мы об этих функциях чуть подробнее поговорим. Итак, участие в биосинтезе холестерина. У меня такой вопрос к вам. Что вы знаете про холестерин? Очень интересно. Да, а то, что он, например, синтезируется в организме человека, вы знаете? Кто-то знает, кто-то нет. Так, в чате там кто-то может быть. Тоже, если вы можете на этот вопрос ответить, напишите, пожалуйста, в чат. Холестерин – это жизненно необходимое вещество. Нас сейчас активно запукивают, да, вот этим повышенным органом холестерина. Необходимо исключать холестерин из пищи. Это очень вредно. Это приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. На самом деле, все гораздо сложнее. И сам по себе холестерин никаким заболеваниям не приводит. Приводит к заболеваниям образования больших, да, таких собъединиц, коробидах, называется, либо протеиды очень низкой плотности и низкой плотности, которые как раз обладают таким свойством, что они могут закупоривать сосуды. Но на самом деле они тоже не просто так закупоривают сосуды, они закупоривают их в местах повреждения этих сосудов. То есть, если сосудистые стены крепкие, и там нет таких локальных повреждений, то, в принципе, образование вляжек там не должно быть. Вот. А сам по себе холестерин синтезируется в организме всех живых существ. Ну, вернее, не холестерин, а, говорю, да, стероидные соединения. У человека это холестерин, у других живых существ, например, грибов, бактерий, растений. Это несколько иные в своей структуре вещества, но тоже очень похожи на холестерину, выполняющуюся такую же функцию, как он в организме. И скворение является как раз ключевым предшественником биосинтеза у всех стероидов в организме живых существ. Причем вот этот пункт образования стероидов был открыт, установлен, полностью расшифрован тоже Нобелевским лауреатом, ходом эпохом уже где-то в 50-60-х годах нашего века. Вернее, прошлое века, уже, да, сейчас 21-й, это все про 20-й. И он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это образование из молекул уксусной кислоты, вот если здесь обратите внимание, это тилл и фен, уксусная кислота, два атома глирона, арбонная кислота, оксусная кислота, которые в нашем организме тоже выполняют очень много разнообразных функций. И вот эта оксусная кислота является единственным исходным соединением для сетоза холестерина в организме. То есть все атомы холестерина глирона состоят из исходных атомов уксусной кислоты. Сначала на первом этапе оксусная кислота превращается в мимолоновую кислоту, затем из мимолоновой кислоты формируется первое предшествие всех этих венозов из-экентамил-бирофосфат, и дальше уже происходит последовательная конденсация вот этих молекул с образованием скворена. Если здесь еще возможно ответвление и образование других продуктов, например, того же самого витамина А, витамина Е, и каких-то других линоидов, изоблиноидов, то после скворена цепочка уже становится унифицированной. Сначала он окисляется, а затем циклизуется. У человека он циклизуется в холестерин, у грибов он циклизуется в альгостерин, у растений, соответственно, в фитостерол, которых достаточно много. Ну, как пример я привела, стикмостерол. Стигмостерол или стикмостерин, это одно и то же, просто как бы мы говорим либо на русский манер, да, холестерин, на английский манер, то это будет холестерол. Вещество одно и то же. И вот такое участие скворена в биосинтезе стероидов, конечно, делает его очень важной молекулой в организме человека и лежит в основе очень многих типов его биологической активности, в частности, в основе противорамок активности, об этом мы с вами поговорим уже. Но сначала, поскольку все-таки выяснилось, что не все знают, что холестерин стероидов в организме, мне хочется отметить роль холестерина в организме человека. Да, вот четыре основных типа его функций я тут представила, которые очень важны. Во-первых, холестерин является исходным соединением для синтеза других важных соединений в организме человека. Это и витамин D, да, а функция витамина D. Мы хотя бы условно, да, все знают, что она ответственна за усвоение кальция в организме, плюс она обладает антифирусом, то есть способствует защите организма против вирусов. Это один из основных витаминов, который повышает устойчивость человека к инфекциям. Плюс у него есть еще очень важная роль в развитии депрессии, да, нехватка этой антифирусом может быть одной из причин развития депрессии у человека. И достаточно иногда просто устранить их нехватку, чтобы привести человека к нормальной старению. Дальше. Холестерин также является исходным соединением для синтеза стерона, для чего все, не только половые, да, но и там кортикостероиды, фанералы-кортикоиды. Это все регулированные молекулы, которые необходимы нам для обеспечения нормальной жизнедеятельности. И холестерин является исходным соединением для безвиза заживших кислородов. Что тоже очень важно, поскольку они необходимы для нормального переваривания и для усваивания своей пищи. Ну и самая главная функция – это участие в формировании клеточных мембран. Здесь мне, конечно, хочется задать вопрос, знаете ли вы о том, как устроены клеточные мембраны? Так, у меня аудитория качает головой. Кто-то знает, да? И основной компонент клеточных мембран, это задавите, пожалуйста, то вспомните. Неважно, для человека, для животных, они, в принципе, основные компоненты находятся. Про фосфорипиды, знаете, какие символы? Фосфорипиды, да? То есть поверхность активного соединения, которые выстраиваются в такие двойные свалии, тем самым формированные клеточные мембраны. Здесь я покажу, да? Вот здесь как раз зеленые головки, это фосфорипидные, ну, полярные головки вот этих фосфорипидов. Желтенькие такие хвостики, это угродородные хвосты, вот эти фосфорипиды. Они выстраиваются в такой двойной липидный слой и формируют мембран клетки. Внутри клетки остается вода, снаружи клетки тоже водная следа, а внутри такая как бы липидный слой, в котором может быть растворены различные соединения. В целом мембрана представляет такую мембрану жидкокристаллическую структуру, да, она такая петелучая, пластичная, они могут поменяться на станет, фосфорипиды, но в ней есть такие небольшие островки оазиса, в которых находятся различные поры, да, селективные поры для каких-то определенных веществ, которые как-нибудь существуют с другими клетками, да, с возрающей структурой, что-то в клетку проходит, что-то из нее выходит, вот это в частности может осуществляться путем различных пор, которые состоят из глюков. Это будут такие глюки, которые хронизмом эту мембрану насквозь, да, то есть один конец, он во внегречное пространство, другой конец во внутрегречное пространство. Также в мембране еще находится большое количество глюков, которые выполняют ферментные функции и рецепторные функции, что тоже очень важно. Как правило, все рецепторы ферментов, мембраны и поры, это не один пилог, а комплекс большого количества рафтных клубов, соединенных друг с клубом, и для того, чтобы они правильно работали, они должны быть достаточно жестко закреплены в этом мембране. И, как правило, все вот эти комплексы, да, рецепторные комплексы на клетке и ферментные системы, они закреплены вот в таких вот уазисах, которые называются рафты, мембранные рафты. И вот как раз формирование этих рафтов очень важную роль играет холестерин. Он делает их более жесткими, да, регулирующими, они обладали определенной, ну, определенной жесткостью, определенной конфигурацией у белков, которые встроены в мембране, поддерживают холестерин. Эта функция настолько важна, что, например, если в каких-то живых системах, особенно одноклеточных, да, нарушить биосинтез стероидов, то они погибают. У человека холестерин, у грибов, например, если нарушить биосинтез аналога холестерина и эргостерина, они погибают. И на этом основаны действия, например, сельскохортигрыковых средств, которые непосредственно ингибируют образование эргостерина из сквалина. Поэтому, конечно, образование холестерина, оно играет очень важную роль, когда есть человек, и без него жизнедеятельность живых существ, ну, если говорим о холестерине, жизнедеятельность человека, если говорим о участии, живых существ неравножны. Итак, значит, если вот в общем сказали о сквалении, как предшественники биосинтеза стероидов, то его применение извне позволяет, как ни странно, так, оказалось, если применять скваление, то должно больше синтезироваться холестерин. Но, тем не менее, он не просто уходит на увеличение концентрации холестерина в клетке, а он каким-то образом регулирует этот процесс и нормализует уровень холестерина. Есть большое количество свидетельств о том, что, например, у людей, которые больны, да, есть такое заболевание, когда в организме синтезируется большое количество холестерина, больше, чем нужно. И этих людей, даже если они не употребляют холестерин на спне, уже повышен уровень холестерина, в том числе и в рейдингах. Так вот, если эти люди применяются в колен, в количестве, например, 500-900 грамм в день, то у них снижается уровень холестерина в клетке. Дальше. Через участие в биосинтезе холестерина и стереонных соединений смолен нормализует гормональный обмен и оказывает общее укрепляющее действие на организме человека. Ну и, кроме того, является такой таргетной молекулой, то есть молекулой, в которой есть интерес с точки зрения изучения ее способа, изучения и превращения в организме для того, чтобы разрабатывать миросоединения, которые влияют на биосинтез холестерина и влияют на биосинтез других коротек, например, каких-то патогенов в организме. То есть, изучая биосинтез и катаболизм с холена в организме, мы можем тем самым разрабатывать какие-то новые лекарственные соединения, которые на это биосинтези могут влиять. Ну и, о чем я еще поговорю подробнее позже, Также участие скворена в биосинтезе холестерина позволяет ему обладать противораковыми свойствами, что тоже очень интересно. Это, наверное, я чуть позже скажу. Это, наверное, химических и токсических веществ, волных радикалов, озонов, которые могут образовываться в воздухе. Поэтому ей кожа необходима своя защита. И в качестве такой защиты на коже наступает кожное сало. Сема, который образуется в железах на поверхности кожи практически повсеместно, кроме ладони и струней. И это кожное сало состоит из трех мажорных основных компонентов. Это воск, это жиры, так ли, глицериды, жиры, кислоты и это скворен. Остальные компоненты присутствуют в небольших количествах, то есть до 2% холестерина и 3% смесь других веществ. И в составе вот этого кожного сала скворен выполняет множество разнообразных функций, защищая ее от действия окружающей среды. В частности, он защищает кожу от потери лаки, защищает ее от действия ультрафиолетового облучения, поскольку скворен обладает такими особыми свойствами в отношении вообще облучения и действия свободных радикалов. Также он обладает увлажняющим, сверхчащим действием, способствует регенерации ткани кожи, восстанавливает естественные барьеры, например, если они нарушены. Давайте тогда такой вопрос, если говорим про кожу, а какие, вы знаете, кожные заболевания, которые связаны именно с нарушениями естественных кожных барьеров, когда клетчины в раме разрушаются? Есть более распространенные заболевания, например, термотиты, всевозможные сфории, в частности, атопический термотит. Это следствие нарушения нормального состояния как раз липидов кожи. И вот для того, чтобы предотвращать это нарушение, как раз можно использовать скворен. Еще один интересный факт, связанный с кожей и скворенным, это то, что он является одним из основных компонентов жировой смеси, которая покрывает младенцев. Она начинает формироваться еще в утробе, и когда младенец рождается, у него кожа покрыта вот такой жировой смесью, которая называется в английском верликс. И эта смесь также учалась на ее биологическую активность, потому что все, что связано с рождением ребенка, это интересно с точки зрения того, какую роль она играет в его дальнейшей жизни. И показано, что, например, эта смазка, она обладает терапевтическим действием как раз в отношении таких кожных заболеваний, как псориаз, атопический термотит и сиболей. И поэтому очень важно, когда рождается ребенок, дать возможность этой смазке по максимуму впитаться в коже, для того, чтобы предотвратить повышение вероятности каких-либо кожных заболеваний в будущем. В частности, еще что важно для кожи, здесь написано, что скворен обладает невыраженными, но тем не менее у него есть противовоспалительная активность, противомикробная, противогрепковая, противовирусная даже. Поэтому в какой-то степени он вот этот вот щит на коже формирует для того, чтобы предотвращать действия микроорганизмов, тогенов на ее. Помимо того, что скворен принимает участие в биосинтезе холестерина и в составе эпидр поверхности кожи, у него есть еще другие тип биологической активности. В частности, например, при применении с пищей скворен участвуют в выведении из организма токсинов и других веществ, которые в органе участвуют в антиоксидантных свойствах, противораковая активность, ну и иммуномоделирующие даже действия. Мы поговорим о том, как он используется, например, в вакцинах. Про, скажем так, не явно выраженный, но тем не менее имеющийся, вот вы, я знаю, как реальность противопрепковой активности, я вам рассказала. Ну и опосредован участок, например, биосинтеза стероида в скворен, опосредован участок регуляции функции щитовидной железы. Есть, ну, некоторые исследования, когда при применении скворена люди, которые страдают с вливами щитовидной железы, у них улучшаются общие состояния. Механизм этого эффекта пока не ясен, но само вот это действие, в общем, подтверждено. Итак, ну, наверное, не знаю, самое это интересное или не самое интересное, противораковая активность скворена. Сначала хотелось бы спросить у вас, что такое рак? Ну, это тяжелое заболевание, да, которое связано с тем, что какие-то клетки в организме перестают выполнять свою схожую программу. То есть у них как бы меняются программы, и они становятся свободными. Ну, условно, да, то есть они становятся неинференцированные клетки, которые не относятся к той ткани, где они образовались, и начинают бесконтрольно делиться. И тем самым вот такое бесконтрольное деление приводит к тому, что нарушается многие процессы, в этом они изучают, как, в конце концов, организм не погибает. Так вот, для того, чтобы клетка изменила свою программу существования исходных, на нее могут действовать различными факторами, и одним из таких факторов является действие свободных радикалов и активных форм кислородов. Активные формы кислорода – это кислород, у которого есть один еще лишний, тоже электрон, да, тоже радикал, который получается кислород. Супероксид радикал называется. Эти свободные радикалы образуются по многим причинам. Они образуются как из кислорода, так и из других органических веществ, например, под действием ортрафиолетового получения, под действием различных токсинов, иммунизирующего получения, при вредных привычках, да, это и алкоголь, и они могут еще образовываться, ну, как бы, в результате нарушения каких-то естественных процессов в организме человека, связанных с нарушениями его метаболизма и с основными их транспортических процессов. Все это приводит к тому, что вот эти свободные радикалы разрушают молекулу ДНК, да, и участки молекулы ДНК, и при этом меняются, в общем, от клетки, да, начинают снизировать какие-то другие метаболиты, или до этого, которые были не свойственны, либо по-другому работают, либо она перестает контролировать свой рост и деление, да, и начинает, как бы, перестает реагировать на сигналы извне, о том, что ей, например, не нужно делиться, или о том, что ей нужно умереть, запрограммировано, вот, то есть, как бы, она теряет полностью контроль. Есть еще, например, вирусные механизмы онкогенности, да, когда вирус страдает какие-то гены молекулы ДНК, и защитит этого она потерпевает онкотрансформацию, вот, в этом случае, конечно, скволен эффекта не окажет, но, что касается действия свободных радикалов, то скволен оказывает противораковую активность, которая основана на следующем. Свободные радикалы, это весьма активные молекулы, которые действуют на другие молекулы, да, с которыми они могут реагировать. Ну, все наши клетки, в общем, состоят из набора химических веществ, и если действия свободных радикалов, когда это важно, химическое вещество, например, молекулы ДНК, да, то она серьезно от этого страдает. Скволен в этом случае выполняет такую роль щита, поскольку он в прямом смысле слова берет удар на себя, да, это не там молекул, который каким-либо образом практически не разрушаясь, нейтрализует какие-то свободные радикалы, активные формы кислорода, нет, он с ними реагирует, разлагается при этом, да, но вступает в реакцию с ними гораздо быстрее, чем другие компоненты клетки, тем самым другие, более важные компоненты клетки уже с этими радикалами в реакцию не вступают. Это один из механизмов противораковой активности скволения. Второй тип – это участие его в стимуляции синтеза в организме человека, защитной молекулы, которая называется блютетилом. Это такой пептид, трипептид, который как раз тоже является акцентом свободных радикалов, при этом он образует такую дисциплину средств, который дальше может восстанавливаться различными восстановительными ферментами в организме клетки, и он, в общем, сам от этого не страдает, да, то есть он может перейти в исходное состояние. И участие глюкотиона в защите от радикалов, оно настолько выражено, что очень многие противораковые средства, как, например, обладающие противораковой активностью дихлорокусная кислота, они работают именно за счет того, что стимулирует в клетке образование глюкотиона. Второй тип противораковой активности сквалена связан как раз с участием его в биосинтезистероле, о чем я говорила ранее. Здесь вот справа как раз представлена схема, уже без структур, а просто словами о том, как холестерин синтезируется из исходной молекулы, ацетилку фигмента А, да, из молекулы кислотиона. На пути биосинтеза холестерина есть еще некие ответвления, когда образуются другие соединения, в частности, например, образуются различные изоприноиды, которые используются в модификации белков. В каком типе модификации? Они пришиваются к белкам так, чтобы этот белок оказался за якорем в мембране клетки. То есть, когда мы говорили с вами про мембрану, мы сказали, что внутри этой мембраны липидный слой, то есть он гидрофонный, если слой распространяется, и для того, чтобы белок удержался в мембране, ему нужно вот такую вот якорюку, которая будет в этом гидрофонном слой плавать и не даст белку уйти в стазовой клетке. В качестве таких якорков используются различные изоприноидные соединения. Очень важный уровень, вот подобные белки, которые за якорем в мембрану, играют в клеточном цикле, то есть в регуляции роста и деления клетки. И они оказываются таким камнем преткновения в развитии опухолевых клеток, активно там синтезируются и активно влияют на запуск как раз деления опухолевых клеток. Если в опухолевых клетке много синтезируется вот этих опухолевых, то она активно растет и размножается. Соответственно, растет вся опухолевая ткань. Если биоситоз этих опухолевых нарушен, то снижается скорость увеличения опухоли в целом. И таким образом можно влиять, замедлять рост опухоли, снижать темпы увеличения ее в организме, ну и вплоть вообще до полного ее уничтожения. При этом обратите внимание, что соединения, необходимые для заякоря, они образуются на стадии раньше, чем с коленой. Если мы добавляем в клетку сквалевый из-за вне, то мы тем самым ингибируем процессы, вот все биосинтезы, которые идут до. То есть в клетке начинает меньше образовываться неволоновая кислота, перестает синтезироваться герамилпирофосфат, андилпирофосфат и все необходимые для премьерирования белков молекулы. Но там продолжает быть сквалер, потому что мы его туда оторвали из вне, из которого синтезируется необходимая для жизнедеятельности клетки, например, холестерин. Таким образом получается, что вот за счет этого механизма, за счет ингибирования цепочки ТО сквалера, сквалера тем самым ингибирует образование тех самых белков, которые стимулируют рост и размножение холевых клеток. И, в общем-то, это достаточно активно используется, поскольку есть даже некоторые препараты, применяемые, ну, во-первых, сквалер применяется в комплексах препаратов для лечения, различных онкологических заболеваний кожи, и есть препараты для применения внутрь, которые называются РОИДЕКС, которые также используются в качестве дополнительного препарата для лечения онкологии. Плюс сквален, выступая вот этим соединением, участвуем в биосинтезе холестерина, также может играть очень важную роль для лечения опухолевых заболеваний, не как ингибитор развития опухоли, а как вещество, которое необходимо для поддержания нормального существования клеток. Например, есть достаточно большое количество опухолей, рост и развитие которых лечат путем использования веществ, которые называются статины. Это такие препараты, которые ингибируют вот здесь образование муаловыми кислотами. Ингибируют они его во всех клетках, и в ухолевых клетках, и в здоровых клетках. И при этом получается, что страдает организм в целом. Вообще при лечении ухолевых заболеваний всегда страдает организм веществ, не только в лечении клетки, но и те, которые, наверное, необходимо тоже испытывают серьезный стресс. Так вот, если использовать эти статины вместе со сквореном, то мы снимаем вот этот эффект нехватки других важных соединений для клетки. Да, и получается, что мы ингибируем также образование вот этих необходимых для развития опухолевых соединений, но при этом поддерживаем общее состояние нормальных клеток и нормальных экзонирований. И состояние человека, и при применении дополнительного скворена улучшается. В общем, он рекомендован при лечении различных опухолевых заболеваний как даже просто поддерживающие средства, не как лекарственные препараты, а просто как средства для улучшения состояния больного. Ну, в общем, все эти свойства, да, они приводят к тому, что скворена активно используется, как биологически активная добавка в составе различных лекарственных препаратов, в областных. Например, акбарт скволер должен быть в виде масок печени вакууме, в виде скворена из масла печени вакуум, выделенного отдельно, то есть воме coffee и скворена, то есть это чистое скворена. И в виде различных растительных масел, в которых в достаточном количестве он содержится. Например, в большом количестве скворение содержится молократные масла. Сам по себе он используется еще и в косметических промышленностях в большом количестве. Это, наверное, одна из основных областей применения. Поскольку мы с вами сказали, так как много полезных эффектов скволен оказывает именно на кожу, для кожи. Поэтому он активно используется, например, в составе губных помад, используется в уходовой косметике, в качестве фиксатора для парфюмерии, в качестве эмульгатора для различных кремов, гелей, мазей и в составе профилактической косметики для лечения псориазов, дерматитов. При этом хочу обратить ваше внимание, что очень часто скволен в косметике заменяют на скволан. Как вы думаете, почему? Смотрите, скволан синтезирует из скволена. То есть дешевле, чем скволен может быть. Скволен уже надо получить изобретательной категории. Потом его еще надо по всем кратным связям к нему прибавить водорогу, процесс гидрогенизации и превратить его в скволан. Немножко другой смысл. Менее активный. Менее активный в отношении чего? Ну, на самом деле, действительно, то есть скволен более активен в отношении взаимодействия с вот этими кратными связями различных веществ, в том числе кислородом. То есть он быстрее окисляется. За счет этого он как раз вылавливает свободный радикал, потому что он с ними быстро вступает в реакцию. Скволан, как опка, фактически, да, это крайне неактивная молекула, достаточно длинная. Поэтому она гораздо более стабильна в составе косметических средств, да, не окисляется, больше хранится. Но при этом уже теми свойствами, которыми обладает скволен, скволан уже не обладает. То есть максимум защищает кожу от потери влаги, увлажняет и не смягчает. Никакой антиоксидантной, противораковой активности, лечебного свойства, например, просто связок у скволан уже нет. То есть это такая вещь, которая, ну, как любой просто жир, да, она увлажняет кожу, ну, не более там. Вполне можно заменить ее на какой-либо другой компонент. Так, следующий тип активности скволена, я вам говорила, что она обладает модулирующей активностью, вот очень интересно, что скволен является компонентом оделантов в акции. Достаточно сейчас очень актуальный такой вопрос. Для начала хотелось бы заметить, да, что вакцины состоят не только непосредственно из антигена, на который вырабатывается иммунный ответ, туда добавляют еще большое количество дополнительных вспомогательных веществ. Это и консерванты, и поверхностно-активные вещества для того, чтобы стабилизировать это все, да, в виде там наноэмульсии, например. Это и различные стабилизаторы для поддержания ПАЖ-среды, и такие компоненты, которые называются адъюванты. Вот иммунологический адъювант, это субстанция, которая используется в вакцинах для увеличения и моделирования иммунного ответа в клетках в отношении антигена. И впервые адъюванты, вообще такие свойства, были обнаружены химиком, химиком-биологом, да, он занимался по большей части вакцинами, Гастоном Рамон. Он много раз номинировался на Нобелевское время, но ее так и не получилось. Тем не менее, разработал огромное количество вакцин от разных заболеваний. И вот он как раз открыл вот эту способность, например, в некоторых сале и алюминии, вообще алюминий 3+, так и теку на алюминии, увеличивать иммунный ответ, при этом не оказывая серьезного токсического действия. И адъюванты на основе гидроксида алюминия, разработанные Рамоном и Гастоном, до сих пор используются, ну, практически, ну, практически, ну, практически в большинстве вакцин используются именно адъюванты на основе гидроксида алюминия. Как оказалось, у сквалена такое иммуномоделирующее свойство тоже есть, он тоже обладает адъювантной активностью. И при этом, в отличие от алюминия, он менее токсичный для организма человека. А вы знаете про токсичность алюминия что-то? Последние, да, встречались? Очень много исследований на тему того, что алюминия обладает нейротоксичностью, то есть является индуктором нейродегенеративных заболеваний. То есть повышенное употребление алюминия, как-либо, да, либо с пищикой, да, либо инъекционно с какими-либо препаратами, приводит к увеличению вероятности развития, например, болезни Альцгеймера, партнессма, старческого субаубия и других нейротегенеративных заболеваний. Поэтому сейчас вакцины, например, пытаются уйти от алюминия, либо вообще сделать без адъювантной вакцины, либо заменить его на какой-то менее токсичный компонент, и таким компонентом выступает адъювант. И вот получается на основе скворена разрабатываются различные адъюванты, которые состоят из скворена, который формирует вот такое масляное ядро. И это масляное ядро окружает поверхностно-активные вещества. По тому же самому, в принципе, да, то есть у нас есть, ну, подобные смешиваются с подобными. Там поверхностно-активные вещества есть жирные гидрофобные хвостики, я поговорю, что понятно слово гидрофобные, и полярные головки. Они вот выстраиваются гидрофобными хвостиками в сторону скворена, полярные головки в сторону водной фазы. И такая вот частица, которую можно назвать наноассоциат или наноэмульсия, она вот облагает адъювантную активность. Да, помимо этого, конечно, вакцина присутствует, собственно, антиген, на что вырабатывается именно ответ. Причем скворен в данном случае он не просто обладает адъювантной активностью, а он еще и стабилизирует эту эмульсию в таком маленьком размере, да, в наноразмерах, и позволяет ей достаточно долгое время не расслабиться, да, то есть быть стабильным в протяжении долгого времени, быть устойчивым также при введении в кровь. Ну и, собственно, сейчас две уже вакцины, которые активно распространены в мире, используются, вернее, два адъюванта, да, которые активно распространены в мире, используются в вакцинах. На основе скворения это вот адъювант АС-03, который используется в вакцинах против гриппа, малярии, туберкулеза и вирусового человека. И еще более широко используемый адъювант МФ-59 используются в вакцинах против малярии, гепатита ВС, гербиса, цитомикаловируса, гриппа, в экспериментальных вакцинах, которые разрабатываются против рака. И этот же адъювант используется в некоторых вакцинах, которые сейчас разрабатываются против коронавируса. Есть очень много споров на тему того, вообще, насколько безопасен скворен вакцинах. И какое-то время, когда был разработан этот адъювант МФ-59, который, по сути, заменяет гидроксид алюминия, соответственно, становится конкурентной вакцины на рынке, очень активно изучали вообще иммунологические свойства скворена и возможности его вызывать аутоиммунные, да, какие-то реакции в организме. Как оказалось, таких свойств, таким свойствами он не обладает, да, он достаточно безопасен для использования. И сейчас все новые и новые исследования при создании вакцины будут использованы бискваленом, что очень интересно. Как скворен применяется еще в лекарственных? То есть такая активная молекула, она не может остаться без внимания в шинках, которые занимаются фармацевтическими препаратами. Скворен применяется как при создании лекарственного соединения, то есть это непосредственно какая-то молекула, которая обладает активностью, да, например, лекарственное соединение ацетилсалициловая кислота, которая является действующим началом препарата аспирина. Или лекарственное соединение молекула фавипиравир, которая является действующим началом препарата для лечения коронавируса, в том числе, да, и гриппа. В общем, сами по себе вот эти химические соединения мы, когда применяем лекарства, не используем в чистом виде, да, мы не берем субстанцию, какой-то порошок и загладываем. Нет, мы используем ее в виде как раз лекарственной формы, то есть в виде таблетки, геля, мази, капсулы, раствора, инъекции, там, ингаляционных, да, ингаляция. И вот в этом плане скворин используется и для создания новых лекарственных соединений, то есть активных молекул, которые влияют на организм человека и позволяют ему справляться с каким-либо заболеванием, и для создания лекарственных форм, что тоже очень интересно. Использование его и в молекулах, и в лекарственных формах во многом основаны на его способности формировать устойчивые эмоции. по тем, которые оказываются гораздо более устойчивые, например, чем слоевые эмоции, они имеют меньшие размеры и менее токсичные, чем эмоции на основном каких-либо других масел или жирных кислотах. Что такое эмоция? Вот вам понятно это слово? Что такое эмоция? Ну, вот как раз у меня здесь нарисовано. Давайте поясним тогда. Эмульсия – это некая смесь двух или более не смешивающихся жидкостей друг с другом, да. То есть, когда мы берем, например, масло, добавляем его в воду, хорошо потрясем, и некоторое время мы получим такую бенду, как бы, да, бенку. Вот это будет как раз эмульсия. Потом он расслоится, и у нас опять будет слой масла, слой воды. Вот. Если эмульсия стабильна, то она вот в таком состоянии, когда там содержатся нано-капельки масла, да, окруженные водой, она в таком состоянии может жить очень долго. И вот в таком состоянии как раз формируют вот такие стабильные наноэмульсии с размером, там, 100-200 нанометров. Вот здесь вот, да, если, то есть получается масло-ядрышко, которое можно еще дополнительно окружить тоже поверхностно-активным веществом с полярной головкой в составе молекулы, которое будет обращено к воде. И получается такая вот эмульсия масла, окруженная водой. Масло в воде, они так и называются эмульсии масла в воде. И за счет этого свойства формировать такие эмульсии, склалет применяется в трех основных направлениях фармацевтики. Это эмульсионные формы лекарственных веществ, это генная терапия и склалинирование. Сейчас поговорим об этом. Итак, о том, что такое эмульсия, я уже сказала, да, то есть это некая смесь двух несмешивших или больших жидкостей, которые, вот, опять же, такие маленькие капельки масла, распределенные равномерно в воде. И такие эмульсии используются, например, для доставки лекарственных препаратов, которые не растворяются в воде, но, тем не менее, их необходимо ввести, например, в кровь инъекционную. То есть их растворяют в масле, все это дело стабилизируют какие-то компоненты, потому что получились такие маленькие капельки, и вводят в виде инъекции в кровь. Они равномерно распределяются по краю, попадают в клетки, там восхвождаются и начинают медленно работать. В частности, например, такие эмульсии на основе склалины используются для создания различных лекарственных форм для опиодных анальгетиков. Для этих соединений, во-первых, они нерастворимы в воде, да, их необходимо растворять в каких-то жирах и битах. А во-вторых, необходимо, чтобы они, попадая в кровь, медленно восхваждались. Чтобы нерва такого, что мы ввели в кровь морфин, он сразу достиг своих попиковых концентраций, где успел, да, и быстро вывелся из организма, и человек снова испытывает болевые ощущения. Он должен медленно работать. Чем медленнее восхвождается вещество, тем более длительное время он оказывает обезболивающий эффект. И, в общем, как раз эмульсии таких морфинов, опиоидов и сквалена проявили себя очень хорошо в плане создания лекарственных форм для этих анальгетиков. Это как пример. На самом деле здесь могут стоить совершенно разнообразные элипофинные соединения. И таких примеров множество. Ну, просто поскольку всего много, конечно, все их не привести. Второй вариант использования сквалена – это генотерапия. Это очень интересно спросить вас, что вы сейчас знаете о генотерапии. А в чем вообще смысл, принцип генотерапии? А вы знаете о том, что это существует, такой тип лечения генотерапии? Знаете? А знаете самое дорогое лекарство в мире? Сейчас есть в мире самое дорогое лекарство, которое как раз относится к генотерапии. Называется ЗОВНИТСМА. Используется для лечения спинальной мышечной атрофии. Это когда гибнут моторные нейроны. И дети, страдающие этим генетическим заболеванием, они, в общем, до двух лет... Ну, то есть им необходимо лечение, иначе они, в общем, погибают, поскольку сначала парализуются комичности, затем, в конце концов, паралич отходит до очень неважных органов, да, и человек погибает. Либо остается любопытным, если какая-то поддерживающая терапия есть. И вот для того, чтобы вылечить таких детишек со спинальной мышечной атрофией, разработанное лекарство генотерапия стоимостью до 150 миллионов рублей, примерно. Ну, там, в зависимости от курса долга. Да. И что самое, ну, как бы, печальное, что таких детишек очень много. И что вот сейчас, например, даже в Москве несколько детей страдают этим заболеванием, и родители из последних сил собирают, да, по всей стране денег, чтобы выводить эти лекарства. А сама по себе генотерапия – это очень интересный метод изучения, поскольку она позволяет не избавляться от симптомов, а вылечить заболевания. То есть наше генетическое заболевание, ну, вообще генетическое заболевание связано с тем, что какой-то ген в молекуле ДНК либо потерян, либо не работает, либо работает неправильно. В результате синтезируются неправильные генотерапии, либо они вообще не синтезируются, и нарушается какой-то метаболический процесс. Если взять и строить поврежденную молекулу ДНК, участок гена, который будет синтезировать этот белок, то человек, по сути, выздоравливает. На этом основан, например, принцип работы вот этого лекарства с локоносоматом. То есть он встраивает в клетке молекулы ДНК ген, ответственный за, там, белок, он называется фактор выживаемости нейрона, да, то есть он как бы позволяет нейронам выживать и расти. Если этого фактора нет, то нейроны деградируют, умирают, и тем самым получается, что организм гибнет. Самая большая проблема в генотерапии сейчас – это доставка вот этого участка гена. То есть нам нужно, чтобы он прошел через организм, нашел клетку, зашел в эту клетку, зашел в ядро клетки, и там еще и этот участок должен встроиться в молекулу ДНК. Это чрезвычайно сложный, и это, скажем так, основная проблема того, что эти препараты сейчас очень дорого стоят, и их не так много на рынке, да. И сейчас есть два типа векторов, один, который активно уже используется в фармацевтических препаратах – это вирусные векторы. То есть берется вирус. Вы знаете о том, что вирус – это частица, которая встраивает свой генетический аппарат в генетический аппарат хозяина для того, чтобы он там дальше работал, да, в соответствии с той программой, которая заложена. И поэтому, конечно, они могут строить тот генетический аппарат, который мы бы этот вирус заложили, генетический аппарат хозяина, и тем самым, собственно, модифицировать молекулу ДНК нужным нам образом. Существует несколько вирусных векторов, это наиболее распространены, конечно, вектора на основе аденовируса. То есть вот, например, вакцины сейчас, которые присутствуют на рынке, которые векторные, да, они как раз используют аденовирус. Но использование вируса – это всегда опасно, да, даже как бы мы ни убивали, вот всегда чревато, даже может быть, не самой вакцине, но при работе с ним, различные, возможно, мутации. Поэтому, конечно, уход от вирусов, от вирусных векторов, он важен для дальнейшего развития генотерапии. И разрабатывается большое количество вариантов невирусной доставки, которые гораздо проще использования, их можно масштабно использовать, они дешевле и не вызывают специфический иммунный ответ. И вот как раз для разработки таких невирусных векторов доставки используется сквален. В частности, например, он используется в таком типе доставок, как катионные эмульсии. Молекулы ДНК и участки генов, они способны образовывать комплексы с катионами. И поэтому, когда мы делаем такую стабилизированную эмульсию, которая окружена положительным зарядом, она формирует комплексы с молекулами генов, которые нам нужно доставить, с частными эмульсиями последовательностями, которые достаточно стабильны, деятельное время существует в крови, доставляются в клетку, и там могут работать по тому механизму, который мы закладываем. И вот как раз на основе сквалена получаются такие наиболее стабильные эмульсии для их использования. За счет его свойства, вот этого стабилизации, образования таких маленьких эмульсий, наноэмульсий. Это один вариант использования его для доставки. А второй вариант, это когда мы просто берем и пришиваем молекулу сквалена химическим путем к молекуле олигонимплеотида. Тем самым мы вообще уходим от каких-либо ненужных нам компонентов вспомогательных. То есть катионные вещества, они тоже могут обладать токсичностью для организма человека. А если мы берем и последовательность олигонимплеотидов, пришиваем скваленную напрямую, то вот уже такая длинная большая молекула способна к тому, чтобы самостоятельно формировать вот такие вот капельки в воде, наноэмульсии стабильные, которые способны к тому, чтобы жить в плазме при их введении в кровь и способны поможем проликаться в клетки и высвобождать там, соответственно, участок олигонимплеотида. Вот эта стратегия, когда мы пришиваем прямо сквален к чему-то для формирования таких вот наноассоциатов, она получила название сквалинирование и используется очень активно для модификации различных лекарственных соединений. Заключается она как раз в том, что скваленка пришивает лекарственные соединения, и полученная молекула обладает уже поверхностной активностью и формирует такие стабильные наноассоциаты. И у этих наноассоциатов уже они обладают совсем другими свойствами при введении организма, они по-другому распределяются, они медленнее высвобождают активное вещество, они проще проникают в клетку и доставляют туда активное вещество, обладают меньшей токсичностью и большей активностью терапевтической. Да, но это просто не видно, наверное, вам, да? Это фотографии на электронном микроскопе, там как наноассоциаты выглядят в этих камерах. То есть получается здесь, вверх, кругленькие, размеры там 100-150, значит, меньше на метре. Сама по себе вот эта стратегия пришить к чему-то липофильный хвостик для того, чтобы получить более эффективное лекарственное соединение, она достаточно старая, активно используется. Вот здесь я привела некоторые лекарственные препараты, в которые пришиваются, например, другие липиды, такие, когда коза фиксоеновая кислота, элоэтиновая кислота, ну, иногда спирты жирные пришиваются, альиновая кислота может пришиваться. Но сквалент себя особенно зарекомендовал в этом плане, потому что как-то так получается, что его способность сформировать эти наноэмульсии гораздо выше, чем у других соединений. Ну, и он еще и более доступен, чем та же самая, например, коза фиксоеновая кислота, у него доступность хуже, чем у сквалента. И за счет этого скваленирование, очень широкое распространение нашло в модификации противовирусных, противораковых препаратов, которые особенно на основе вот таких аналогов нуклеозидов и нуклеотидов. То есть вы знаете, из чего состоят молекулы ДНК? Кто-то знает, кто-то нет. То есть, в принципе, молекулы ДНК не состоят из последовательности нуклеотидов, соединенных фосфодиэфирными связями. И вот, например, очень многие лекарства работают за счет того, что они являются аналогами этих нуклеотидов и препятствуют биосинтезу ДНК. Где это важно? Это важно, чтобы вирус не размножался, да, нарушить биосинтез его ДНК. Это важно, чтобы не росла кухолевая клетка, тоже нарушая биосинтез ДНК. И очень большой проблемой было доставлять вот такие подобные нуклеотиды, тем более фосфорилированные их аналоги в клетку. А когда они конъюнгируются со скваленом, они туда очень просто проникают, там легко высвобождаются ферментными системами клетки и оказывают более высокую активность в отношении лечения подобных заболеваний. И вот эта стратегия на данный момент применена уже по отношению к достаточно большому количеству различных соединений. Вот тут слева как раз представлены различные аналоги нуклеотидов, которые используются для лечения онкологических заболеваний, для лечения заболеваний вирусов, вируса герпеса, вируса гепатита и вируса иммунодефицита человека. А справа тут я привела соединения, которые, конечно, не относятся к нуклеотидам, но они являются аналогами нуклеотидов, но они являются тоже противораковыми веществами и скваленированы их также увеличены в активности отношения к холио-хлеб. Это, например, если вы знаете знакомого, мы с вами дружили, это цилинг, это такие современные противораковые соединения, которые активно изучаются, на их основе разрабатываются все новые и новые лекарственные формы для лечения онкологических заболеваний. Ну и уже такой спектр активности использования, конечно, приводит к тому, что скваленную начинает масштабно использоваться во всем мире. Сейчас три основных потребителя сквалена, да, это, в первую очередь, косметическая промышленность, до 65% всего сквалена мирового уходит именно на косметическую промышленность. Второй потребитель – это пищевые добавки, да, биологически активные добавки к пищу, но это вот такой сквален, который продается в капсулах, сейчас 8 мест на доступе. И третий потребитель – это фармацевтическая промышленность, в первую очередь, конечно, вакцины. Но, учитывая то, как сквален внедряется в фармацевтические препараты, роль фармацевтической промышленности будет, конечно, расти. Основной, сдерживающий сейчас фактор для фармацевтической промышленности – это методы добычи сквалена и его источники. Вот там сейчас пока что существует серьезная проблема. Заключается она в том, что до сих пор основной источник сквалена – это печень вот этих глубоководных акул, да, масса печени глубоководных акул. Они маленькие, то есть из одной акулы получается, там, что у них килограмм сквалена, потребность его несколько, да, сот тонн, то есть это, получается, стремление для животного миллионов осыпей этих морских обитательств. И, конечно, во-первых, существует закон о защите морских животных, который ограничивает выложить акул. Во-вторых, существует проблема того, что морские животные загрязнены тяжелыми металлами и различными пестицидами, которые накапливаются в них по пищевой цепи. То есть, если, например, вы знаете, что, например, ртунец содержит очень большое количество ртутия, да, и не рекомендуется, например, к терпению детьми и беременными женщинами, потому что там действительно концентрация ртути очень большая, у дельфинов очень большая концентрация ртутия. И поэтому, соответственно, жиры вот подобных морских животных также могут быть загрязнены ртутию, свинцом и хлороорганическими пестицидами. Соответственно, извлекаемый оттуда сквален может содержать достаточное количество этих токсинов для организма человека. И использовать его в фармацевтической промышленности, в том числе для инъекций, очень обременительно, потому что его нужно очистить таким образом, чтобы полностью гарантировать отсутствие в нем этих токсинов, токсикам. Поэтому сейчас его использование этим самым затруднено. Ну и, конечно, экология, да, экологи и берингис выступают против использования животного сквалена. Это все привело к тому, что начали искать альтернативные источники получения сквалена. Одним из таких источников является отходы производства лифтового масла, которого очень много производится в мире. Да, это одно из наиболее масштабных производительных масел. Сквалена в нем, в самом масле не очень много, там какие-то доли процентов, но в отходе его получаются до 10-30 процентов иногда даже. И он сейчас является основным использованием сквалена, которое используется в косметическом промышленности. И также, ну, скажем, разрабатывается на стадии научных разработок. Это биотехнологические методы получения сквалена из микроодорослей, дрожжей и на основе культивирования бактерий. Ну вот тут немножечко, да, как раз то, что я сказала про гуголон-хаку. Они маленькие, их много, большое количество стремляет для получения этого сквалена. Но до сих пор они имеют весомый вклад в его получение, потому что это самое дешевое скваленое. Как я уже сказала, в оливковом масло всего доли процентов, в массу печени бактерий 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 бактерий, 50 процентов сквалена. Он оттуда из лекарств очень просто, обычный перегон. Когда их перегнали, очистили от у них компонентов, получили большое количество достаточно чистого и очень дешевого сквалена. Но для получения, например, одной тонны нужно истребить тысячу руководных акул. Тысячу, в себе, это очень много. И в начале 2000-х годов очень серьезную компанию открыли по обвинению косметических компаний, которые активно использовали этот животный сквален в использовании, ну, в истреблении акул. Да, огромное количество сайтов о том, что проверь, есть ли у твоей косметики акул в сквален, не используй животный сквален и так далее, и так далее, и так далее. И косметические компании, конечно, от животного сквалена в большинстве случаев отказались, пришли на оливковый, но объем производства их таков, что весь оливковый сквален сейчас это сквален, который идет на косметику. То есть ни в пищевую промышленность, ни в нутрицептику, ни в фармацевтическую промышленность он не попадает. Ну и плюс он еще гораздо дороже, чем акул, поэтому его использование пока так ограничивается, да, сдерживается в мировом рынке, пока есть более дешевый источник, хотя он и не совсем, скажем так, экологичный. Да, что касается оливкового масла, я уже сказала, именно в отходах производства оливкового масла до 10-30% сквалена. Это достаточно лично, и учитывая, что оливковое масло 2-3 миллиона тонн в год производит, отходов тоже образуется достаточно много. Где там содержится сквален? Тут хочется показать вот эту схему, она общая для рефимирования всех масок, простите, да, ну там плюс-минус какие-то стадии. Заключается в последовательности стадии очистки маски, в частности, горефимового масла. На первом этапе его промывают водой и откидается от посолипидов. Сказали, что знают, что такое посолипиды, да, это, например, вот такая стадия нагумирования масок для откидывания посолипидов в кофе для отлучения растительного лицетина. Ну, например, соевый лицетин, так получается. Соевая маска промывается водой, лицетин выходит от посолок, и дальше он может использоваться, например, в пищевой промышленности, как амулигатор. Если посмотрите в шоколаде, например, используется лицетин. Ну, во многих, в общем, продуктах питания, но так вот последнее, что было, пришло, шоколад на самом деле применяется очень активно. И, конечно, ничего добавки тоже применяются. Дальше, после того, как мы отмываем масло от посолипидов, мы убираем из него свободные жирные кислоты. Так, это повышает кислотное число масла. Идем взаимодействие с щелчей. В взаимодействии с щелчей с жирными кислотами, в период, к образованию нагрузки, к солиде жирных кислот, образуется мыло. Ну, в промышленности масла, мы называемый кислот. Затем промывки, ну, несколько, может быть, стадий фильтрования наглиния. И последняя стадия – это удаление ароматических компонентов из масла. То есть масло дезодорированное или деодорированное, оно так называется. Это масло, которое не обладает запахом. Стадии дезодорации проводятся путем пропускания через масло под вакуумом пара. И из него отгоняются все легколетучие компоненты. И получается такой дезодорат масла. Ну, в данном случае я привела состав дезодората оливкового масла. Он во многом состоит из сквалена, эфиров, фитостеролов, да, и токоферолов, то есть витамина Е. И вот этот дезодорат может использоваться как самостоятельный, какой-то продукт с функциональной значимостью. То есть из него, например, можно получать витамин Е и сквален. В общем и целом это общая схема для переработки масла, получения дезодорированных рафинированных масел. И сквален также содержится, например, в дезодорате подсолнечного масла. Только в оливковом 10-30% получается, подсолнечным 2-3-5% сквалена. Но в целом в России можно отходов производства подсолнечного масла наладить производство сквалена при желании. Есть еще другой источник, альтернативный источник сквалена, который активно внедряется в России. Это амарант. Знаете, такое растение амарант? Ну, отлично, я вам сейчас расскажу. Это, в общем, уникальное растение. Даже посмотрите, по продовольственным комитетам Организации Объединенных Наций, оно призвано культурой 21 века. Актина может использоваться в различных отраслях, да, и в качестве биологически активной добавки, в медицине, и в пищевой продукции, и в животноводстве, и в косметике. Такое растение, ну, метелочки очень быстро обладают, очень быстро приростная масса, быстро растет, устойчив к засухам, морозам. Он быстро накапливает, да, как зеленую массу, так и семена. И, ну, в общем, культурные сорты, сорта амаранта, они высотой выше меня, по 2 метра могут достигать высоты. Раньше это была, в общем, культура древних инков, ацтеков и майя, пищевая культура. Вторая позначилась после кокомоза. Потом на некоторое время о ней забыли, а сейчас о ней вспомнили, поскольку амарант является, почему, уникальным источником пищевого белка. Проблема белка, это уж не острая проблема, особенно, да, замены, например, животного белка на растительный. И амарант в этом плане очень интересен, поскольку содержит в своем составе сбалансированный, помимо кислотным составу белок, близкий к белку молока корови. То есть это очень интересный, во-первых. А во-вторых, мука на основе семян амаранта, она не содержит глютена. То есть это тоже такой интересный компонент с точки зрения сейчас внедряемого вот этого безглютерного питания. Ну и в целом химический состав амаранта очень интересен и уникален, да. То есть не только сбалансированный белок, он в большом количестве содержит полисахарид, пектин, который используется, например, для выведения тяжелых металлов, фармацевтической промышленности в частности. Ну помимо пищевого, где он используется для производства жена. Плюс очень много фосфорипидов, много антиоксидантов в составе амаранта. Очень большое количество зелени амаранта содержит кальция. Это рекордсминт по содержанию кальция. Кальция гораздо больше, чем в кольке. Ну и, конечно, масло амаранта содержит склорин и полиненасыщенный жирный кислот. С этой точки зрения, самое вкусное масло – это такой уникальный продукт, который используется в качестве биологически активной добавки источника склорина, витамина Е, броненасыщенный жирный кислот, которые являются необходимыми для жизнедеятельности человека. А производство этого амарантового масла сопряжено с образованием большого количества отходов, которые, в свою очередь, могут применяться для получения склорина. И вот, в частности, на данный момент можно представить следующую схему переработки амаранта с получением, видите, большого количества конечных функциональных продуктов. Например, из зеленой массы амаранта можно получать одновременно пектин и рутин. Рутин – это антиоксиданты. Пищевые красители, биологически активную добавку с кальцием, ну и использовать ее в качестве формы для скота. А семена амаранта идут на производство масла, которое само по себе значимо, да, и на получение муки, обогащенной белками, и не содержащей глутен, то есть это безглютеновая продукция. При этом образуется большое количество отходов, жмыха, из которого можно выделять склорин, и можно получать белковый консультант. Для этого жмых сначала обезжиривает, то есть экстрагирует из него остаточное количество масла. Остаток сухой шиот, да, получается, как ищет глутый концентрат, он может использовать либо в пищевую промышленность, либо в добавке скоту, либо на него основа там разрабатываются какие-то продукции растительного белка. А масло подвергается как раз снова процессу омоления, взаимодействию со щелочью. В результате получается омоляемая фракция мыла и не омоляемая фракция, содержащая ваше количество слоев, которая в свою очередь может идти на производство акцель, косметических препаратов, в качестве исходной молекулы химического синтеза, биологические активные добавки, либо вот все самые нам технологии эмульсии, склоринирования, которых мы с вами поговорим. Ну вот здесь просто сравнение, да, акулы с маслом амаранта, например, если взять одного производителя масла амаранта, у нас в России выращивается уже амаран, есть производители его масла, и отход, который получается на стадии производства, это порядка тысячи тонн жмыха, то можно получать в год до пяти тонн сквалена. Ну, чтобы получить пять тонн сквалена, это сколько нам? Около двух тысяч, да? Акулы, если ты правильно я считала? Две тысячи акулы. Можно спасти, переработав вот этот тонн сквален. Вот, в связи с этим, да, хочется заменить акулу на какой-то другой растительный источник, я сюда поставлю как раз, не знаю, на такие фиолетовые метелки вам знакомы, он еще как декоративное растение тоже где-то растет, да? То есть, наверное, в будущем все-таки спален будет получаться из отходов производства растительных масел, ну, и, конечно, биотехнология тоже, наверное, будет играть серьезно. Так, ну, в общем, подводя итоги лекции, хочется еще раз отметить область применения сквалена, да? Это биологически активные добавки, которые нацелены на укрепление иммунитета, на предотвращение, то есть, как профилактика развития онкологических заболеваний, для нормализации аминалипидов и также, ну, повышение устойчивости к различным воспалительным процессам и инфекционным заболеваниям. Лекарственные средства на основе сквалена это противораковые препараты, это различные мусорные препараты и это препараты, которые относятся к области скаллинирования, да, такие противовирусные препараты, тоже вирусы, спида против рака на основе скаллинирования. Дальше, важного настройки скаллинирования это вакцины в качестве компонента отлива, в косметической промышленности, где он используется, ну, во всех типах практических косметики, да, или декоративных, лечебных косметических средств. И, ну, еще тут так отметила, об этом не говорила, поскольку, в общем, это не область моих интересов, но тоже, чтобы было понимание о том, что, например, скалан, который, получается, сквален, используется не только в косметике, но он еще также используется в электронике в качестве смазывающего агента, да, и, например, в химии, в таком методе анализ показывает архоматография, и в него делают тоже фазу неразделения веществ. Ну, так, интересно, что не только в медицине, биологии и химии применяется, а и в других областях, и в деятельности тоже. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание, спасибо, что вы пришли. У нас есть время, вопросы, если есть вопросы в чате или в мониторе, пожалуйста, и с радостью на них отвечу. Значит, название сквален произошло от источника, да, он был в первую очередь или в языке, а он в латинском называется сквалз. Поэтому его назвали сквален. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!